Бывшие воины АТО против патрульных полицейских. И это не уличные сводки о беспорядках. Военные правоохранители сошлись на одном из столичных стадионов в матче по регби. Кто победил, знает Лариса Зубенко. Евгений увлекался регби еще до работы в полиции. Даже с будущей женой познакомился на одном из матчей. Теперь за спортивный образ жизни агитирует коллег. Вникла идея, что чем-то нужно патрульным тоже заниматься. И тоже вольный час проводить тимбилдинги, командотворения. И я считаю, что регби – это лучший вариант для таких вещей. Потому что это командная игра, в которой нужно быстро думать, взаимодействовать. И главное, как у настоящего полицейского, в регбище должна быть хорошая физическая форма. Команда «Патруль» уже провела несколько любительских матчей. Планирует выходить на профессиональный уровень. Сегодня их соперники – участники боевых действий на Донбассе. Об игре команды договорились в Фейсбуке. Говорят, это скорее не матч, а обмен опытом, поскольку регби для Украины в диковинку. Команда регбистов состоит из 15 человек. Игроки передают друг другу мяч, стремясь попасть с ним в зачетную зону. Сегодняшний матч со счетом 35-0 выиграла команда патрульной полиции. Военные признаются, это их первый поединок. Но после проигрыша руки опускать не намерены. Оценить игру пришли не только родственники и друзья участников, но и представители Федерации регби Украины. Говорят, у победителей есть шанс попасть в профессиональную лигу. Гора была очень интересная. Интересная тем, что для Федерации, что развивается в национальной полиции, в других формированиях регби, для нас это очень интересно. У них есть большой потенциал. Тем более и в мире проводятся чемпионаты света среди полицейских с регби. И в многих европейских странах, странах НАТО, среди військовых, регби, базовым видом спорта. Обе команды обещают, что после нескольких месяцев тренировок помиряются с силами еще раз. Лариса Зубенко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.